Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3159. Что самое неприятное услышали про всесорубежный собор? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. То, что там была завеса тайны, которую обильно культивировали и тратились на сохранение их. Не разрешали фотографировать свободно, снимать на видео, записывать на магнитофон. Я такого не видел даже в судах. Не говорю о конгрессах и конференциях и круглых столах. Сделалось страшно. Для чего же клобуки-подкаблучники делали эту тайну, хотя на каждый день с собора выставляли некую информацию в интернете? Да только для того, чтобы дать миру не истину, как все было, а на сто раз процеженную, отредактированную сущность, как у осуждаемых ими коммунистов. Первое царство 2.9. Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Иов 12.25. Ощипью ходят они во тьме, без света и шатаются, как пьяные. Если там была их адигитрия, если столько молились, так почему же свои шпики секьюрити бродили по залу и шныряли по чужим магнитофонам, чтобы кто чего не записал? Сами по себе ли они трудились, или им было уже оплачено заранее? Да ни один из них и не посмел бы вылавливать Сахарова и Солженицына, если бы не получили на то добро. Умышленно обманывали народ, что после собора в 2006 году никто вроде бы ни о каком соединении СМП и не думал даже во сне. А тут как разнесло, в раз забеременела и понесла и разродилась в зале. Такую тайну делают, когда опрастываются от незаконного семени и сдают дитя на сторону. Бог желает, чтобы люди были зрячими, а тут напротив скрываются во тьме, держат. Да разве это частная лавочка? Мою участь решают и участь потомков, а закулисные сделки маячат рядом. Пророк Исайя 42.7 Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Если все по правде было, то для чего же скрывать соделываемое? Иоанна 3.21 Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Боятся князья своего народа, своих подопечных и скрывают, о чем разговор был. Иеремий 38.19.22.24 И сказал царь Сидекия Иеремии, Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы не надругались надо мною. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, Тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. Все равно знать будут люди, что за обстановка была на соборе, кто что говорил. Но теперь, так как не имеется подтверждающих фотографий, съемок и записей, вполне и без умысла могут вкраситься погрешности, и они все до единой будут против устроителей процеживания информации, против замысливших обольстить свою душу и тем опозориться навсегда. Когда Иеуй измыслил убить всех жрецов Вааловых, он послал своих секьюрити-шпионов, чтобы никто не проник в среду посвященных, которым уже был уготован конец от меча. 4 Царств 10.23 И сказал служителям Ваала, Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. На соборе должны бы при начале съезда предупредить, чтобы все захватили с собой видеоаппаратуру, фотоаппараты и магнитофоны, чтобы все записывали, чтобы кто случайно не перетолковал деяния столь уважаемого собора. После первой же молитвы попросили бы всех, кто не имеет средств записи, переписать у других и показать своим прихожанам. Боялись, как будто их жизни угрожала смерть. Деяния 23.22 Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, Никому не говори, что ты объявил мне это. 4 Царств 9.15 И сказал Ииуй, Если вы согласны, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле. В Израиле. Если было особое откровение скрыть для будущих поколений, то должны объявить о том. 3 Ездры 14.6 Эти слова объяви, а прочие скрой. Откровение 10.4 И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его. Святые всегда старались, чтобы их деяния досконально были известны всем на земле до последней буковки. Деяния 15.20 А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Это же касается описания и допросов, и собраний. Галатам 2.11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Деяние 23.3 Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Разгадывать лукавство главарей, епископов с их хитрым метрополит-бюро Не хватит и мозгов, дабы узреть, разоблачить наследственных воров. Они пылят на жирном таковище, Камюнюке вор ганят, не стыдясь. Но год пройдет, Их праха не отыщет Такая гниль И высшим сортом мразь. Объединять! Вот лозунг оголтелых, Так просто оболванить простецов, Им до спасения Никакого дела, И дух в щепоть Замерзшую усох. Объединять и властвовать Всеядно, На все обычаи И за границы плюнут Вчерашние свои решения рядом, Но их пинают, Распуская слюни. Я рядовой. Ответственность за души Лежит на мне. Во мне жива душа. Монашеский пустынник Зноем сушит, Живущим в мире Жаждет помешать. Им пропитание Солеждой так нужны В апартаментах С княжеским покровом. Из непотребных Треб доход Прессуют в жмых, И на одной рогожке Уместились трое. Так каково мне выстоять, Спасти среди бессовестной И дико озверелых Мне вверена Коротенькая жизнь. Не погубить бы душу В бренном теле Христу воскресшему, Грядущему с небес. И Библии святой Благословенной Я вверился, Примерил тяжкий крест С патриархийно Вавилонским пленом. Грядущий обещал И не умедлит, Еще немного Стоит потерпеть. Отцы нас Проиграли на обеднях, Страдать И плакать Предстоит Теперь 5 июня 2006 год Игнатий Лапкин Сっかистоит